Всем салют, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на танке Объект 705А. И также хотел бы узнать ваше мнение по поводу моего голоса. Ну, как он звучит, немножечко в настройках я там покопался. Ну и напишите, лучше или хуже, чем раньше звучало. Ну, если вы смотрели раньше мои, конечно, видео. И давайте начнем с самых главных новостей. И самая важная новость, это то, что сегодня вечером 5 сентября должен открыться тестовый сервер патча 1.6.1. Это у нас промежуточный патч, который должен выйти в октябре. Собственно, он может открыться как сегодня, так и завтра. Зависит от того, когда разработчики, наконец-таки, закончатся там все работы. Естественно, это не официально, но по некоторой информации сегодня должен открыться. И что же, собственно, нас ждет в этом патче? Самое важное, это многонациональная техника. Игрок может сменить на определенных танках нацию по своей воле. Такая возможность появится сначала у Т-34-85 Руда, и в будущем к нему добавятся другие машины. Сменить нацию можно в любой момент, абсолютно бесплатно и сколько угодно раз. С этим нововведением у игроков открывается доп. возможности. Например, на одном танке можно выполнить ЛБЗ разных направлений и качать экипаж двух наций. Ну, ССР, Польша. На общем тесте Т-34-85 Руда и будет начислен всем игрокам. Также в этом тесте будет один из новых готовых полностью историчных стилей. По одному для каждой нации в игре. Покупается в игре они за золото. Новый стиль Егерь для всех танков в игре. И режим ранговые бои изменился довольно сильно. По завершению разработчиков, ой, по заверению разработчиков, теперь играть придется меньше для достижения высших результатов. Были вынесены коррективы, изменения для ролевого опыта и в режиме также плюс добавлены новые роли. Добавлены несгораемые ранги и дивизионы. Ну, то есть все как бы для того, чтобы облегчить ранговые бои, чтобы народ почаще в них играл, а то как-то они совсем проводились. Ну, это основные изменения. Возможно, еще какие-то изменения появятся, но на данный момент именно такие изменения нас ждут. Кстати, хотел бы отметить, что в этом видео разыгрывается голда. Если у вас есть желание выиграть ее, достаточно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте или игровой ник. А спонсор данного видео вотголд.ру. Там вы сможете поучаствовать в бесплатном розыгрыше, вступив в группу вотголд. Также можно выиграть премтанки и очень много золота. Ссылка на сайт находится или в описании, или в первом закрепленном комментарии. Также разработчики тестируют новую, довольно интересную фичу. Во время отчета времени, ну, знаете, когда вот эти 30 секунд идут, довольно-таки интересная инфа появляется. Сколько ты там, например, деревьев повалил, или сколько раз ты утонул, или сколько ты танков там уничтожил, сколько медалек получил и так далее. Все индивидуально, то есть берется ваша статистика, анализируется, и из нее выбираются какие-то пунктики, и каждый раз новая инфа какая-то появляется в первые 30 секунд боя. Довольно-таки интересная фича, на мой взгляд. Ну, действительно, 30 секунд часто вообще пролетает, а иногда все-таки ждешь и не дождешься, когда начнется бой, и какая-то такая мимолетная инфа может отвлечь тебя и как бы скоротать немножечко время твое. Ну, напишите в комментариях, как вам фича эта. По скриншотам вы можете примерно видеть, как это выглядит. Сейчас она экспериментируется с разработчиками, эта фича допидывается. Ну, и посмотрим, выйдет она, может быть, уже как раз в этом тестовом сервере ее будут доделывать. Посмотрим. Также стоит отметить, ребята, что появился список танков, который будет в танковой ярмарке, и вдруг внезапно появился Лёва со скидкой 30% за 8750 золота. Хорошее предложение на самом-то деле, но действительно, Лёва так дешево, по-моему, не стоила, ну, по крайней мере, чтобы за голду его продавали за столько. Потом у нас Гусь за 7800, М41Д за 6800, Скорпион-G за 1200, Проджета М35, МОТО 46 за 11300, ХВК-30 за 6800, Сентрион, РАК за 7600, АЯМХ-1357 за 5300 и КВ-5 за 7800. Вот такие вот танки будут продаваться у нас на рукластере. Ну, еще три танка пока что неизвестно, но постепенно, собственно, инфа приходит. В общем-то, списки одинаковые всех танков, которые продаются, ну, именно на разных кластерах. То есть, просто выходит инфа чуть раньше на других кластерах и становятся известны танки, которые и у нас тоже будут продаваться. Такая вот интересная познавательная информация. Ну, чтобы вы знали, каким танкам стоит готовиться, может быть, какой-то танк, который вы хотели уже давным-давно приобрести, как раз есть в списке. Ну, думайте, смотрите, в общем-то, никто и вас не заставляет покупать ничего. Далее у нас акция на День танкиста с 6 сентября 9.00 по 9 сентября 8.30. Вы можете приобрести танки пятого уровня со скидкой 50%. Также танки с 6 по 8 уровень можно приобрести со скидкой 30%. Скидка 10% на исследуемые танки от 8 по 10 уровень. Довольно любопытно, что разработчики, ну, как бы, снижают понемножечку скидочки на танки. То есть, если раньше, я помню, именно были скидки, ну, по таким акциям примерно 15%, то сейчас уже 10 на танки 8-10 уровня, которые самые дорогие. Помню, что раньше раз в полмесяца были скидки на танки от 8 по 10 уровень 30%, а сейчас скидки 15%. То есть, как вы можете видеть, тут ВГ как бы немножечко уменьшает нам выгоду. Ну, наверное, из-за того, что очень много заработка серебра в последнее время, и там и премиум аккаунт дополнительно дает серебро, там, и также всякие ивенты, типа той же линии фронта. И таким образом, может быть, ВГ пытается снизить количество серебра, которое у игроков залежалось. Ну, это такое вот мое мнение. Скидка 50% на слот, и х5 опыта за первую победу в день. Также вы можете получить бонус при переводе опыта в свободный. 40, собственно, опыта свободного вы получите за одну голдишку вместо 25. Также будут специально на ЛБЗ попасть в топ-7 по опыту в своей команде, в два раза больше опыта. Количество выполнений не ограничено. Потом уничтожить 10 танков противника за любое количество боев. Короче, 15 маленьких расходников дает 5 раз на аккаунт, ну, такое себе. И третье ЛБЗ 30 раз попасть в топ-7 по опыту в своей команде не обязательно подряд. Дается улучшенная фентиляция класс 3. Ну, собственно, такие вот средненькие, собственно, акции. Может быть, не самые интересные, но и не самые плохие. Однако помните, что еще в октябре будут скидки на 3 разные ветки разных наций. Так что будет тоже весьма выгодно. Можно, в принципе, не спешить и подкопить серебра. Ну, а 16 сентября нас ждет линия фронта, где как раз вы сможете подзаработать неплохо серебра. Ну, многие говорят, что фарм, собственно, очень даже снизился в линии фронта. Ну, не знаю, я играл, в принципе, фарм очень даже неплохой по-прежнему. Особенно, если играешь со специальными резервами, которые бустят в 2 раза, считай, опыт, который требуется для повышения званий в этом режиме. А значит, чаще получаешь разнообразные награды. Не знаю, как вы, а я в прошлый раз данными резервами закупился по полной программе. Даже несмотря на то, что, ну, я не так часто играю, но планирую все эти резервы использовать. Хотя, мне кажется, что ВГ, судя по всему, постараются эти резервы еще распродать. И даже, возможно, бесплатно по ЛБЗ пораздавать. Так что не стоит унывать на этот счет. Ну, и к тому же еще ранговые бои, как вы поняли, тоже облегчаются. А это означает, что вот этот вот танк 9 уровня, который в этих рангах есть, может быть, даже его можно будет получить. А если даже и нет, то с облегчением ранговых боев, в любом случае, там некоторые награды тоже можно будет забрать, боны там и так далее. Посмотрим, насколько, конечно, сильно их облегчат. Может быть, и не так уж и сильно. Может быть, в принципе, стоит уже и забить на эти ранговые бои. Ну, действительно, это я говорю как человек, который раньше играл в ранги. Мне, в принципе, даже порой нравилось. Но все-таки это очень напряженно, а награды того совершенно не стоят. Это основное, над чем стоит разработчикам поработать. Это над мотивацией игроков. Потому что действительно так потеть в рангах ради, считай, ничего. Ну, это перебор, знаете ли вы. Хотя это мое такое субъективное оценочное мнение. Ну, и вот бой подходит к концу. Объект 705 очень даже неплохо расправился с противниками. Танк, на самом деле, неплохой. Если вы любите такие вот тяжелые танки, то рекомендую к прокачке. На этом все, друзья. Спасибо огромное, что досмотрели данное видео до конца. И желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока.